Осмотр всех сельскохозяйственных угодий района – дело, требующее немалых временных затрат. С 6 утра у районного совета собрались практически все участники традиционного для этого времени объезда полей. Первый пункт назначения – город Твардица, у въезда которого встречали гостей руководители сельхозпредприятий и представители премарии. Как и в большинстве населенных пунктах нашего района, земля отдана в аренду крупным аграрным производителям. Мы находимся на полях агрофавора Рокутей Главча Георгий Федорович. Он арендует в премарии 30 гектаров земли, вот вы можете убедиться, здесь чернушка, здесь молодой виноградник, который посадил, он 6 гектаров, и те, которые уже дают урожай. Напротив, крестьянское хозяйство и по скалу, здесь, значит, у него зимая пшеница и кукуруза. Можете убедиться здесь, сколько осадков упало. Я, по моим подсчетам, больше 50 мм, вчера вечером был дождь. Очень прекрасно. Это залог будущего хорошего урожая. Такие же оптимистичные прогнозы и у одного из сельхозлидеров Твардицы фирмы с иностранным капиталом Молд Агротрейд под руководством Николая Миткова. Он арендует 1700 гектаров земли у премарии города и кводчиков. Спектр производства у предприятий пшеницы, кукурузы, ячмень, табак и виноградники. Самое хорошо радует эта зимняя группа пшеница. Думаю, что урожай будет не менее 4 тонн с гектара. Радует виноградник в этом году. Закладка хорошая, надо его своевременно защитить и потом, чтобы убрать, сделать переработку. Думаю, что ситуация в этом году будет удачной. И для нас это, скажем так, нормально, и для кводчиков, потому что в любом случае мы с ними рассчитываемся. Чем больше мы соберем себе в амбар зерна, урожая, значит им больше достанется. Порадовала благосклонность погоды соседей второго города нашего района села Валепержи. Здесь на 5000 гектарах трудятся несколько сельскохозяйственных предприятий. Большая часть сельской земли арендована двумя лидерами. СПК Валепержи и Провелизгрупп. Основное подпроизводство это, конечно же, зерновые пшеницы, ячмень, подсолнечник, кукуруза и горох. Кроме того, они занимаются и семеноводством. Это СПК Валепержи занимается товарным, а также семеноводством подсолнечника, семеноводством кукурузы. И Провелизгрупп тоже занимается в основном озимыми, тоже семена, которые производят как для себя, так и для реализации. Ну, выпал хороший дождь, видим состояние посевов хорошее, нормализовалось. Поэтому надеемся, что будет хороший урожай и будет, конечно, и хорошая отдача для Примарии. Село будет с хлебом. Погодные условия, несомненно, очень важный фактор для выращивания урожая. Однако крупный масштаб производства немыслим без специалистов и современной техники, которая в разы сокращает временные затраты. Руководству СПК Валепержи веки в этом плане есть чем похвастать. Мощный австрийский комплекс стоимостью в 192 тысячи евро, приобретенный год назад оправдал все свои затраты, говорит руководитель предприятия Василий Герганов. Значит, сам комплекс представляет собой бункер вместимостью 8 тонн, который загружается семенами и загружается удобрениями. Значит, комплекс проводит следующие операции. Вносит удобрения, культивирует, прикатывает, готовит семенное ложе, сеет и прикатывает в последний раз сами рядки. В прошлом году мы отсеяли 200 гектаров только озимой пшеницы и озимого ячменя, поскольку мы его получили 24 октября. А в этом году он отсеял практически 300 гектаров подсолнечника и порядка 300 гектаров кукурузы. Комплекс показал себя исключительно. Производительность комплекса может доходить до 120 гектаров в сутки при использовании трактора с навигатором. Однако бессменным на протяжении последних несколько лет остается Тараклийский агроглец. Специалисты и самая современная техника предприятия обрабатывают 11 тысяч гектаров в пяти населенных пунктах. Тараклия, Алуат, Новоселовка, Кортин и Казаклия. У аграрного лидера налажен весь цикл сельскохозяйственного производства от возделывания земли до животноводства. Плюс ко всему активно разрабатывается отрасль виноградарства. Весь этот технологический процесс им управляют грамотные специалисты-технологи, инженерная служба, инженера и другие руководители подразделения. Потому что без этого у нас ничего не получилось бы. Всем этим механизмом большим должны управлять грамотные специалисты. Я считаю, что таковые на нашем предприятии работают, они имеются. И мы постоянно привлекаем молодых специалистов, новых специалистов с новыми идеями, с новыми мыслями, с новыми технологиями. Вот такой у нас принцип. С такими специалистами и благосклонной погодой надежда на возрождение былой славы сельского хозяйства Тараклийского района растет с каждым днем, говорит его глава Александр Горановский. Нам бы хотелось, чтобы наша земля вся обрабатывалась. А мы идем к тому, что в конечном счете мы все равно работаем свою землю всю. Два года назад у нас было 9600 гектар не обрабатываемой земли, сейчас у нас уже 8000. В нашем сельском хозяйстве будущее очень радует, радужное. Я думаю, что мы с каждым годом будем наращивать производство и улучшать материально-техническую базу и бюджет пополнять Тараклийского. И наши люди будут жить лучше, чем жили до сих пор. Сегодня природа создала все условия для того, чтобы аграрии Тараклийского района получили богатый урожай. Однако руководители предприятий не перестают молиться. Теперь уже о том, чтобы суметь собрать его с минимальными потерями.